итак сборка сушки началась и решил вот записать самые так скажем первые впечатления по работе с данной моделью и так что сделано первоначально во первых я выполнил первые самые шаги у нас по инструкции это у нас идет сборка вот этого первого пункта да то есть вклеил носовую стойку и приклеил эти вот две части нижнюю и вот эту половину верхней части фюзеляжа вот но тут же вот версия сделал так далее далее перешел непосредственно к кокпиту вот что здесь могу пока сказать ну стыкуются вроде бы неплохо хотя вот эту часть переднюю я пока посадил ну просто примерил то есть на сухую здесь стоит вот это отчленение которое здесь у нас дается она на самом деле конечно весьма спорный вопрос стоило ли так делать на самом деле потому что если внимательно посмотреть то но стыкуется хоть и достаточно неплохо все то есть таких больших какие-то щелей или еще чего-то особых нет но все равно вот этих вот местах вдоль корпуса все таки небольшие присутствуют как бы артефакты и здесь вот все это дело как-то выводить подводить даже не знаю вот сейчас сейчас уже думаю что может быть может быть имело смысл сначала склеить между собой вот эти две части то есть вот эту часть и вот эту вот часть чтобы здесь вот все ровненько было потом уже после того как будет собран как бит и вклеен носовую часть уже потом соединить нижнюю и верхнюю часть вот но сейчас уже поздно как говорится вот эту часть я уже заднюю приклеил вот но в принципе в принципе еще раз вот покажу поближе встает принципе конечно неплохо кое-что тут можно будет еще поджать там ну и в конце немножко конечно придется тут где-то шпаклевкой чуть поработать вот но в целом принципе неплохо консоли крыльев я вот тоже примерял в общем то тоже можно сказать что стыкуются достаточно неплохо особых тут щелей не наблюдается то есть это все я надеюсь на этапе именно склейки все можно поджать аккуратненько и все эти большие щели которые здесь возникают все это уйдет я надеюсь в этом случае ну если что придется немножко тоже поработать шпаклевкой вот наш поклевка надо будет аккуратненько все это дело потому что еще раз повторюсь расшивка достаточно такая тоненькая вот и чтобы не испортить ничего нужно как действовать аккуратно да еще хотел сказать по поводу пластика пластик достаточно мягкий вот режется очень легко вот и даже немножко после трампет русского пластик было немножко непривычно неожиданно то есть уже привык что там нужно приложить определенные усилия на трампе русском было так то здесь прям как по маслу нож идет поэтому тоже нужно быть аккуратненько очень легко на самом деле срезать лишнее так ну далее далее значит я немножко еще поработал с копитом ну во первых я собрал оба кресла и смоленой который у меня был набор и собрал которое шло штатное давать часу так наверно покажу чтобы не на руках вот принципе это это в общем то смотрится вполне неплохо на сказать что для штатного 72 масштабе кресло сделано неплохо но в любом случае конечно кресло и смолы смотрится поинтереснее правда конечно замучился я тоже с ним немножко постоянно приходилось таким не отламывались вот эти вот детали приходилось постоянно подклеивать уже два раза переклеил этот тот заголовник то что у меня тоже отлетал в процессе всяких примерок и так далее но сейчас вроде приклеил так хорошенько промазал здесь надеюсь что не отвалится так и чтобы установить это смоляное кресло пришлось здесь вот в ванне в самой убрать здесь вот был пластик и такой выступ который заходил вот что есть что брать штатное кресло вот сюда вот то есть пришлось полностью все вырезать здесь получилась кадра вот но вроде бы особо и и незаметно то есть вот так у нас будут вставать наше смоляное кресло вот так вот вроде ничего особо не просматривается вот но если что после приклейки можно будет еще здесь чем-то посмотрю может быть наклеить сюда небольшой кусочек пластика еще в принципе я думаю видно этого ничего не будет так что можно принципе на этом особо не заморачиваться так но далее что он мы будем делать далее ну далее начну работать с отравлением отравление здесь у нас цветное вот в кабину практически все цветной идет поэтому нужно будет сначала все окрасить причем надо будет подобрать цвет примерно вот такой вот темно-голубой скажем так какой-то даже немножко бирюзовый смотрю что у меня есть из краска попытаюсь конечно что-то подобное такое чтобы было более менее похоже вот ну педали здесь идут тут не крашеные пород еще здесь решеточек таких непонятных клеятся они на боковые здесь поверхности в принципе их даже наверное не видно будет поэтому я вот не знаю должны ли они краситься или нет к сожалению фотографий вот именно этого места то есть они где-то в районе тоже ну кресло до задней части креслом будут то есть на на самих вот этих вот ребра корпус то есть их практически не видно будет и фотографии вот именно этого места что-то мне никак не попадаются поэтому нужно ли их красить или не нужно пока не знаю но в принципе я думаю пока я не буду украсить то есть сначала точнее покрашиваю весь копит вот этим вот цветом и потом уже буду потихоньку собирать и наклеивать различных отравления там уже дальше посмотрим если что-то попадется муж какая фотография ли вы что подскажете туда уже можно будет кисточки подкрасть либо посмотрим короче вот так ну что наверно пока вот такой прогресс немного конечно но к сожалению времени не хватает поэтому что есть вот на текущий момент но думаю следующий включение уже покажу что-то более детальное скажем так итак друзья продолжаем значит самостоятельно здесь еще кое-какие детали подработал на первых загрунтовал кое-какие детали детали кабины прошелся грунтом вот попозже мы все это дело покрасим интерьерный цвет вот подсобрал немножко тоже двигатель тоже загрунтовал вот и пока все это дело сохнет решил заняться вот нашими управляющими поверхностями килями и оперением горизонтальным хвостовым а точнее нужно вот нам вот эти вот утяженьки заделать в принципе я тут посмотрел в общем то можно конечно было бы этого не делать поскольку они на самом деле не очень-то и видны вот в том плане что если на вот этих горизонтальных поверхностях с этой стороны но практически нет ничего незаметно то есть утяженный снизу принципе ну тут как как бы каждый наверно сам решает для себя стоит это делать не стоит там вот хуже всего конечно обстоят дела с келями да то есть вот у них утяженные приходится на внешнюю сторону то есть на сторону куда вот обращен так скажем взгляд до зрителя получается так то есть внутренней стороны там будет еще вообще-то не видно тут двигатель как бы мешает рассмотреть поэтому с внутренней стороны можно как бы не заморачиваться а вот внешней стороны конечно неприятно этот момент вот ну и поэтому давайте наверно попробуем это дело заделать значит что я предлагаю как здесь делать ну во первых сейчас мы возьмем и замаскируем те части которые нам желательно не испачкать но лишний раз зачем нам как говорится вот поэтому сейчас я вот так вот заклеиваю с этой стороны вот чтобы нам не испачкать вот эту сторону она у нас осталась вот этот кусочек немножко отрежу и вот здесь вот тоже ну чтобы вот этот вот ключок небольшой как бы тоже он остался целый невредимый мы его тоже так заклеим то есть здесь мы сейчас будем наносить шпаклевку то есть вот я уже на одном элементе сделал вот так вот жирненько нанес потом уже как только она высохнет будем потихонечку счищать выводить эту поверхность вот и теперь берем шпаклевку я вот пользуюсь такого то миска мне остатки уже она такая достаточно подсохла на самом деле уже конечно надо поменять но в принципе давайте попробуем так берем шпатель короче видите уже она даже не это сам не сухая сверху было уже не хочет цепляться ну в общем вот нанесли может немножко добавить так что ее в принципе можно немножко еще разбавить в принципе надо было наверно заранее сразу подготовить средства это можно чуть-чуть смочить ее чтобы она у нас гладенько такая более-менее получилось чтобы потом меньше работа был ну в общем вот нанесли мы грунтовку точнее шпаклевку все оставляем потом будем лишнее убирать так ну и таким же макаром тоже сейчас сделала возьму скотч и сделаю масочки то есть смысл какой чтобы выделить постараться вот этот участок по каким-то вот ну стараться маскировать по линиям расшивки чтобы потом принципе не так бросалось это в глаза то есть если даже у нас получается небольшая ступенька то на линии расшивки она на самом деле не очень будет так видно как если бы она была где посредине вот панели вот то есть меньше проблем вот то есть вот здесь вот мы сейчас тоже маскируем вот это участок он вот так по килю и вот как разница идет панель то есть вот по границе то есть маскируем вот так и вот эту часть тоже соделываем так давайте тоже наверно сделаем сейчас вместе одну так и и ну друзья не знаю видно или нет ну примерно как-то так вот потом это все дело будем выводить затирать одно второе уже сделал самостоятельно и потом надо будет уже восстановить тут в принципе тут немного расшивочка немножко в принципе вот этот кель правый у нас получается тут в общем то еще более-менее нормально терпимо тут даже больше наверно с внутренней стороны чем с внешне но я думаю с внешней по-любому надо как сделать можно конечно какие другие брать жидкости там кому чем нравится самом деле не обязательно вот эту вот использовать мне принципе это то миска шпаклевка нравится она дает как бы предсказуемый результат то есть с ней уже книгу давно знаком поэтому знаю что от нее ожидать ну и тому же она затем неплохо подается вот именно обработки шкурению и так далее вот идеальный конечно вариант был бы наверное взять жидкий но пластика растворенный в клее вот и залить все им выровнять поверхности потом уже отшлифовать но вся проблема в том что вот этот такая вот шпаклевка из пластика сделана она к сожалению очень долго сохнет то есть тут как минимум более здесь получился бы большой слой тут каким минимум пару дней бы пришлось бы просто ждать пока это дело высохнет потому что иначе то есть пока полностью вот этот вот не высохла пластик бы не высох трогать его нельзя иначе все всю работу на смарку так ну что давайте это мы отложим сторону и теперь в принципе я думаю у нас грунтовка наша подсохла вот теперь нам нужно задуть ванну как пита приборную доску в принципе на нее будут наклеиваться отравлен детали но можно думать что она у нас не очень так скажем уделялась приборную доску и вот внутренности с внутренней стороны фюзеляж нам нужно задуть интерьерным цветом значит я у себя посмотрел нашел вот такую краску атака на серо-синий индекс 73 069 интерьерный цвет для кабины пилотов на самолетов су-27 су-30 су-32 33 34 35 37 39 приборной панели на an 72-74 и ту-160 то есть я думаю как раз по цвету это то что нам нужно так ну краска правда немножко у меня загустела давно стоит значит сейчас я прервусь подготовлю краску и задуем наши детали ну что подготовила краску так надо лишнего по убирать чтобы нам не покрасить что раз пыл идет так ну что давайте значит рычагу тоже точнее рычага ручка управления самолетом тоже сначала задуем интерьерном а потом уже кисточкой подкрасим то что нужно будет так ну в принципе нам достаточно тут особо то и видно не будет практически я думаю хватить давайте кстати наверно посмотрим что у нас здесь получается с фототравлением как это дело у нас сочетается так но на фототравление конечно цвет немножечко посветлее вот но я думаю это ничего страшного можно конечно принципе добавить сейчас в эту краску белого и пройтись еще белым немножко высветлить я думаю что на травлении на самом цвет еще тоже не совсем конечно тот он светловато слишком так ну ладно пока так оставим сейчас я может еще чем-нибудь посмотрю поколдую может чем помешаю и тогда сверху еще можно пройтись хотя мне кажется принципе особо как бы но смысла в этом нет потому что практически ванна вся будет закрыта деталями здесь будут вот эти вот боковые приборные панели тут будет доска тоже здесь кресло будут то есть практически цвет кабины видно это и не будет от сумма ну посмотрим так ладно друзья на этом наверное пока все и жду пока все это дело высохнут и продолжаю до следующего включения